приветствую друзья очень много у нас было уже разных видео на тему зишана за 3 и я до сих пор получаю огромное число разных вопросов касательно данного плеера ну один из вопросов звучит так пользуюсь ли им до сих пор да друзья вот он из куртки достал плеер чем он хорош друзья он буквально растворяется в любом кармане он у меня либо в штанах либо в куртке в кармане обязательно лежит вот таком вот видим раньше был г-образный штекер видите другой сейчас поставил провод износился ну в общем вот так вот это все и выглядит действительно пользуюсь действительно классно и второй вопрос который чаще всего задают какой же у меня мод то есть у меня немножко модифицированная версия мной же лично ну попробую на часть вопросов сейчас ответить но не на все ну еще один частый вопрос зачем я наклеил эту пленку потому что на экране есть пленка да друзья на экране есть пленка я изначально этого не знал и наклеил еще одну по-хорошему если вы видите там какие-то царапки и все нормально это пленочка там заводская есть и чтобы наклеить вот такую вторую надо первую снять я наклеил 2 просто не охота с этим заморачиваться что еще есть у меня вот такая заглушечка многие люди путаются я сам поначалу путался куда втыкать наушники поставил заглушку такие заглушки есть на алиэкспрессе на доллар сто штук дешевый очень ну собственно в линейный выход ее засунул вот так вот это все выглядит и таким образом я абсолютно не ошибаюсь никогда и втыкаю всегда в наушники громыхает и у меня и слышите громыхает батарейка зачем я вообще записываю это видео записываю по одной простой причине потому что у нас был разбор но полного разбора плеера не было там надо было отклеивать и собственно я все это уже давно давно сделал сделал небольшой мод не совсем самого делал конечно но собственно об этом хочу рассказать сейчас повторим некоторые детали для того чтобы сменить усилок усилитель в данном плеере есть сменный усилитель который стоит на выходе и есть усилитель на фильтре которые надо выпаивать поменять можно при помощи таких подручных средств только сменный усилитель собственно вот я открутил снял верхнюю штучку вот он находится сменный усилитель это сменный его можно менять меняется он каким образом друзьям прям при вас делаю чтобы все видели вот пинцетиком захватил раз вот я его вытащил не надо ничего отпаивать все делается элементарно аналогичным образом раз я вообще сверху до хоп придавил все поставил просто согласитесь просто при вас все сделал и открутил всего четыре винта давайте открутим все винты чтобы все рассмотреть хорошенько таким образом снимается верхняя часть что же мы видим здесь батареечку батарейки изначально приклеена двусторонний скотч отклеивается на очень просто аккуратненько аккуратненько просто тянем ее вверх и все я отклеил секунд за 15 поначалу страшно кажется что можно что-то задеть сейчас увидим подробненько вот батарейка вот так я и тянул 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 вот двусторонний скотч вот так соответственно выглядит внутренность сейчас мы все это уберем до чтобы не мешало вот так это все из салазки нет в эту сторону вытаскивается вот они пульки кнопки для того чтобы кнопки не звенели можно сюда приклеить скотч какой-нибудь такой подвижный не будет вообще шикарно собственно как это все выглядит выглядит это вот таким вот образом одна сторона здесь находятся все элементы вторая сторона здесь исключительный экранчик можно протереть кстати кнопочки то есть цифровая часть аналоговая часть что же здесь я поменял во-первых вот он усилитель это усилитель на фильтре я его заменил на а d826 отличный усилок но когда вы его замените время работы немножко сократиться после установки 1 826 звук стал чище высокие выровнялись короче звук стал намного лучше намного интересней но с 8 часов воспроизведения у меня уменьшилась до 6 часов то есть где-то на полтора-два часа уменьшилась работа и он начал греться но он греется нормально для него на выходе у меня стоит как вы видите если видите это о по 2132 вот такая связка мне понравилась больше всего я ставил 826 сюда 826 сюда мне не понравилось здесь менял очень много разных усилков но вот остановился на такой связке опа 826 и хопа от 826 его по 2132 ну собственно вот этот установил сам вот этот занес ближайшую ремонтную мастерскую где у нас чинят телефоны и мне за 200 рублей впаяли сам я не владею паяльником к сожалению хочу научиться но пока не начну тренироваться но собственно вот так вот выглядит кто хочет рассмотреть вот так выглядит схемка все очень просто зачем я собственно все это отклеил я заказал себе еще батарейку здесь батарейка довольно слабенько как я уже сказал мне стало 6 часов всего воспроизведения мне этого мало я заказал батарею на по моему 2 500 а здесь по моему на 700 не знаю точно точно не могу сказать сколько здесь объем но мне этого мало мне нужно побольше чем вообще этот плеер выигрывает он выигрывает тем что вообще растворяется в кармане с большой батарейки говорят становится намного массивнее тяжелее но собственно нормально главное это компактные размеры и главное чтобы долго играл играет он с а д 826 у по 2132 на мой взгляд но очень классно больше ничего не менял люди меняют конденсаторы вот эти вот короче лазит менять дофига всего перепаивают цап видно что акм все по-честному все здорово нас тут начать все это соберу какие еще вопросы имеются я все собрал следующий вопрос где брать усилителем но усилить не можно брать в разных местах первые это ближайший к вам радиорынок там этих усилков должно быть просто полно второе и бы конечно же и бы конечно же amazon конечно же алиэкспресс но на алиэкспрессе надо быть очень аккуратными много поделок невероятно много поделок процентов 80 это подделок поэтому с алиэкспрессом надо очень аккуратно тем более если ценник но невероятно низкий например вы посмотрели что на и бы усилок стоит но допустим какой-нибудь опа из последних насколько он 1200 рублей например он стоит а на алиэкспрессе он стоит 200 рублей но это очевидно подделка и даже если 400 рублей тоже очевидная подделка не может он так дешево стоить в принципе ориентируйтесь на и бы и и в принципе можно и на алиэкспрессе можно на и бы и можно заказать как оригинал так и подделку надо быть очень аккуратным есть еще магазин чип дип не сочтите за рекламу я беру у него почти всегда были оригиналы всегда было нормально вот один раз такой усилок сгорел случилось такое но мне готовы были его заменить там были свои нюансы ничего не поменял просто выкинул но с другой стороны как бы была вариант даже там вернуть деньги либо поменять его то есть ближайший радио рынок чип дип смотрите алиэкспресс очень аккуратно и бы тоже очень аккуратно с амазоном вот такие варианты еще вопросик с чем данный плеер можно сравнить по качеству кто-то говорит там у его можно сравнить фио x5 лото пау голд а стал он керн ультима которые он стоит 3000 долларов ну что могу сказать друзья это бюджетный аппаратик у него и довольно интересный звук к звук у него бюджетный звучит он лучше чем он стоит то стоит он примерно две три тысячи там 2 700 по моему где-то так около трех тысяч рублей стоит но с другой стороны звучит он отлично 6 звучит он как фио x12 примерно но сравнивать их нельзя потому что данный плеер он звучит с одной стороны просто с другой стороны с закосом под хороший такой взрослый звук но это всего лишь закос то есть например тот же фио x12 он звучит вот для своего ценника отлично это звучит но с одной стороны лучше чем x12 звучит например а с другой стороны если уже придираться к деталям то в чем-то даже и попроще я бы его сравнивал с бюджетными моделям это фио x12 это хидис ap 60 наверно п 100 где-то вот там это queen n3 это x2 x10 x2 x3 но вот эти вот модельки друзьям я бы не стал его сравнивать с x5 конечно же то зишана dsd он не дотягивает до фио x5 он не дотягивает с любыми модами на мой взгляд если вот именно детально ко всему присматриваться конечно же он попроще будет то есть не верьте слухам он не убийца супер дорогих то есть не думайте что вы купите за 3000 рублей плеер и он будет играть лучше чем у людей там плеер за 23000 хотя плееры бывают разные есть там sony кого на которые стоят дорого а на самом деле мало что из себя представляют но с другой стороны если брать действительно хорошие бренды тот же фио шанлинг например кейн то вряд ли этот плеер вот действительно поставив рядом лицом к лицу вряд ли он заборе какие-то дорогие модели брать его имеет смысл чем он мне зашел он мне зашел маленький вес легко растворяется в кармане в принципе достаточно долго играет играет хорошо то есть мне принципе его звук нравится и его звук заходит заходит вот чем он заходит тем что звук у него действительно имеет взрослые таким ну не нотки не нюансы но звук действительно с закосом под серьезный девайс вот звучит он если не придираться звучит он очень похоже например на фио x5 очень похоже в плане как в общем вот если сказать в общем если не говорить о нюансах если удариться в нюансы конечно x5 его разбомбит полностью но если говорить о общем восприятие вот так вот полностью обхватывая весь звук то звучит он действительно очень очень порядочно не хочется его на что-то менять и действительно многим людям вот купил данный плеер они могут на нем остановиться людям которым не нужен дорогой какой-то звук люди например которые слушают денег в транспорте в метро где разницы вот этих нюансах вы не услышите в метро я думаю данный плеер зайдет также хорошо как фио x5 но если вы сядете где-то в тишине возьмете дорогие качественные наушники то разница будет на лицо с другой стороны как походный как карманный плеер очень хорош очень 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 хорош в общем друзья на основные вопросы я ответил был еще вопрос относительно русскоязычного куи что перекодировка на 1251 все порешает я этого сам не пробовал если у вас в основном русскоязычная музыка действительно имеет смысл перекодировать для того чтобы русские буквы отображались более-менее корректно еще вопросы были относительно сортировки что сортирует он по имени и если у вас сначала идет куи потом флаг что он отыграет сначала все композиции а потом запустит на отыгрыш сам флаг еще было вопрос относительно того что он не запоминает место в файле то есть если например у нас какой-нибудь простенький ну допустим альбом уже нарезанный все с ним нормально но если у нас куи то он когда вы выключите включите плеер он начнет выиграть сначала то есть например вы дослушали альбом до середины он запомнит исключительно вот файл куи запоминает файл не запоминает место и из-за этого например вам придется слушать самого начала до такой нюанс есть но здесь ничего не поделаешь ждем обновления прошивки возможно это в следующих прошивках изменится и самая большая претензия которые собственно разделяю то что если вы поставили на паузу и убрали в карман он продолжает жрать энергию не так сильно конечно как когда играет но все равно жрет то есть например если вы зашли куда-нибудь в электричку начали слушать поставили на паузу заснули проснулись плеер нормально так подсядет не так конечно как если бы он играл всю дорогу но все равно батарейка уменьшится и если вы не поставите сюда какую-то батарейку побольше но как бы придется вот вместе куда вы едете заряжать иметь power bank что-нибудь вот с этим придумывать я разделяю это и это разделяю говорят что программно это можно исправить но тоже неизвестно будет ли человек это править надо понимать друзья что плеер у нас очень дешевые и как бы по своей начинке он должен стоить гораздо дороже чем 3000 рублей и требовать чего-то там многого от программиста я считаю но это просто предел какой-то наглости хотелось бы конечно много чего любопытного хотелось бы чтобы здесь сразу стояли классные усилители хотелось бы чтобы софт был допилен но я думаю если вот так вот придираться то и ценник надо ставить не 3000 рублей а семь восемь тысяч рублей и за эти деньги он уже будет не так интересен и собственно не будет таким хитом каким он сейчас является действительно продается плеер я так посмотрел на алиэкспрессе там 500 штук уже продавца продано но просто невероятными просто партиями если плейрок очень классные самым пользуюсь он у меня сейчас виде основного лежит в кармане всегда действительно и сильно круто могу рекомендовать пользуюсь сам хотя в билет он так конечно не казистом это все друзьям если остались какие-то вопросики оставляйте их в описании к данному ролику ставьте лайки подписывайтесь на канал zishan z3 то был наверное последний возможно ролик где мы его полностью разобрали это наверное основная фишка ролика и ответил на некоторые вопросы пояснил некоторые комментарии которые задают без конца отвечаешь на один смотришь через два дня опять его задали этот же вопрос много комментариев под роликом понятно все прочитать очень трудно проще там написать заново но вот надеюсь я все озвучил на все ответил всем всем пока пока zishan z3 мне зашел я слушаю до сих пор и